Здравствуйте, уважаемые студенты! Первая лекция по дисциплине языки программирования Java. Тема основы Java. По плану мы будем рассматривать следующие вопросы. Основы Java. Краткая история языка программирования Java. Простые программы. Цель курса – познакомиться с новым языком программирования. Научиться пользоваться его базовыми функциями. Введение в объектно-ориентированное программирование. По окончании курса вы научитесь программировать на Java, писать предложения под Android. Java – сильно типизированный, объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems. Создатель Java – Джеймс Гослинг, США. Первое применение – это бытовая электроника, как микроволновые печи, стиральные машины, пульт управления. Первое название языка – Оу-Эй-Кей. В переводе означает «дуб». В честь дуба, стоявшего напротив офиса Джеймса Гослинга, к тому времени был еще один язык – Оу-Эй-Кей. Название Java произошло от сорта кофе. Это кофе производится на острове Ява в Индонезии. Его очень часто употребляли первые разработчики языка. Дайк – талисман языка Java. Ежегодно проводится конкурс. В 2001 году Дайк изменил свой внешний вид. Достоинства и недостатки Java. Достоинства – безопасность и надежность, объектно-ориентированность, архитектурная независимость, простота. К недостаткам относятся низкое сравнение с другими языками, быстродействие, повышенные требования к объему оперативной памяти. Где используется Java? Enterprise – серверные приложения для банков, корпораций и т.д. Mobile, Android, Web – написание несложных серверов для сайтов. BigEdate – распределенные вычисления в кластерах из 1000 серверов. SmartDevice – программы для умного дома. Рейтинг языков программирования. Здесь приведен за январь 2017 год. Одно из передовых мест. Видите, Java стоит на первом месте. Ну, конечно, каждым годом все требования, либо какие-то языки, конечно, каждым годом меняются. Но при написании веб-приложений, при написании мобильных приложений, язык Java очень сейчас популярен. Все почти пишут на нем. Ну, кто-то, может быть, питон использует, да, он тоже, как бы, легах в написании. JavaScript, допустим, да, на языке скриптов можно писать. И все эти языки, сиподобные языки. Достаточно знать язык C. Конечно, есть там какие-то, может быть, элементы, да, что какие-то в средах, может быть, да, есть изменения. А так полностью все языки, которые сейчас разрабатываются, сиподобные языки. Значит, изучая C++, вы можете на любом языке программировать. Достаточно знать интерфейсы, предназначенные для этих языков программирования. В настоящее время язык программирования Java является основной промышленной платформой для разработки кросс-платформенных программ, больших корпоративных систем, программ для мобильных устройств на Android и встроенных систем в технические устройства. Для освоения языка программирования Java существует несколько передовых инструментальных средств разработки, лучшие из которых для высшей школы – это NetBenz. Ну, конечно, есть там IntelliJ, Eclipse, да, но вообще на занятиях мы будем использовать NetBenz. Ну, там среда очень такая удобная при использовании. Значит, это связано с тем, что данная среда имеет локализированный интерфейс, поддерживает визуальную разработку всех видов Java программ, имеет встроенные средства работы с базами данных, веб-службами, серверами и другое. NetBenz позволяет проводить автоматический рефакторинг и улучшение программ, производить совместную разработку проекта с контролем версии, автоматически создавать документацию, отлаживать проекты и многое другое. Особенности Java Java – объектно-ориентированный язык программирования, разработанный сан-майкросистем. Приложения Java компилируются по специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине, вне зависимости от компьютерной архитектуры. Дата официального выпуска – 23 мая 1995 года. Эмблема Java является чашечка с кофе. После своего появления язык Java начал развиваться по нескольким направлениям. Java 2 Micro Edition, сокращенное G2ME, это редакция языка Java для разработки приложений для микрокомпьютеров. Сейчас имеет популярность в связи с развитием мобильных микропроцессорных устройств. В нее входят облегченные стандартные классы и классы для написания медлетов. Медлеты специально разрабатываются для небольших устройств. В них поддерживается графика, звук, реакции на события. Java ME наиболее полно соответствует начальному предназначению Java платформы для написания программ для бытовых устройств. Java 2 Standard Edition, сокращен на G2SE, это стандартная редакция языка Java, используемая для разработки обычных Java приложений. Используя данную редакцию, можно создавать консульные приложения и приложения с графическим интерфейсом пользователя. Часто встречается аббревиатура G2SE, которая подразумевает Java 2 Standard Education. В основном мы будем работать с этой стандартной версией. Конечно, при написании самостоятельных работ мы будем использовать, конечно, для писать приложения под Android. Java 2 Enterprise Edition, сокращение G2EE, это редакция языка Java для разработки распределенных приложений масштаба предприятий. Данная редакция включает в себя технологию Enterprise Java Beans, Java Server Pitch и сервулеты. На данный момент Java 2EE и ENET сейчас два основных соперника на рынке решений для разработки корпоративных приложений. Механизм исполнения программ на Java включает в себе виртуальную машину Java, операционную систему и аппаратное обеспечение, которым является всегда очень важным для работы с языком Java. Java Runtime Environment, сокращенно JRE, это специальная среда Java, в которой выполняются программы, написанные на этом языке. Среда состоит из виртуальной машины Java Virtual Machine и библиотеки Java Class. По сути, это минимальная реализация виртуальной машины, необходимая для исполнения Java-приложений без компилятора и других средств разработки. Java Virtual Machine, сокращенно JVM, это виртуальная машина Java, основная часть исполняющей среды JRE. Виртуальная машина Java интерпретируется и исполняет байт-код Java. Байт-код получает посредством компиляции исходного кода программы с помощью компилятора Java. Конечно, когда мы установим Java Kit, это все будет исполняться автоматически. В отличие от классических рантайм-библиотек, библиотека Java класса входит в состав JRE. Java Development Kit, сокращенно JDK, это бесплатно распространяемая корпорация Oracle, комплект разработчиков приложений на язык Java, включающий в себя компилятор Java, стандартные библиотеки классов Java, примеры документации, различные утилиты, исполнительную систему Java. В состав JDK не входит интегрированная среда разработки на Java, поэтому разработчик, используясь только JDK, вынужден использовать внешний текстовый редактор и компилировать свои программы, используя утилиты командной строки. Несмотря на то, что JRE входит в состав JDK, фирма Oracle распространяет этот набор и отдельным файлом. Это вызвано тем, что установка JRE является необходимым и достаточным условием для выполнения Java программ. Однако для разработки программ JRE недостаточно необходимо установить пакет JDK, который может установить и JRE, и дополнительные компоненты. При написании программы обязательно должны установить JDK, который входит в весь компонент для работы с классами Java, и NetBeyance. Это уже отдельная среда. Современно интегрированные среды разработки, такие как NetBeyance, Oracle G-Development IntelliJ IDE Eclipse, служат для удобной разработки программного обеспечения на Java. Они оперируются на сервисы, предоставляемые JDK, и вызывают для компиляции Java программ компилятором командной строки из комплекта JDK. Поэтому эти среды разработки либо включают в комплект поставку одну из версий JDK, либо требуют для своей работы предварительной установки JDK на машине разработчика. Таким образом, для разработки программ на Java достаточно установить JRE, плюс JDK, плюс NetBeyance. А только лишь для запуска готовой программы на машине пользователю достаточно установить одну JRE. Запуск готов. Java программ из командной строки производится следующим образом. Тут он у нас уже описан, да? JAR Java Application 1.JAR Среда разработки приложений не NetBeyance. NetBeyance IDE, свободно интегрированная среда разработки приложений на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, CAC++ и ряда других. Проект NetBeyance IDE поддерживается и спонсируется компанией Oracle, однако разработка NetBeyance ведется независимым сообществом разработчиков-энтузиастов и компанией NetBeyance ORG. По качеству и возможности последней версии NetBeyance IDE не уступают лучшим коммерческим интегрированным средам разработки для языка Java, таким как IntelliJ IDE, поддерживая рефакторинг, профилирование, выделение синтаксических конструкций цветом, автодополнения набираемых конструкций на лету, множество предопределенных шаблонов кода и другое. Для разработки программ в среде NetBeyance и для успешной инициализации и работы самой среды NetBeyance должен быть предварительно установлен JDK или G2EE SDK подходящей версии. Среда разработки NetBeyance поддерживает разработку для платформ G2CE, G2EE и для мобильных платформ G2ME. Запуск программы на выполнение. Заходим в меню «Выполнить». Запускаем проект. Можете использовать клавишу F6. Закрытие проекта. Заходим в меню «Файл». Закрыть проект. Для сохранения проекта заходим в меню «Файл» «Сохранить все». Открытые ранее сохраненные проекты. Заходим в меню «Файл» «Открыть». Либо используем Ctrl-Shift-O. Настройка конфигурации проекта. Заходим в меню «Выполнить». Установить конфигурацию проекта. Далее выбираем «Настрой». Далее выбираем категорию и выполняем. Далее запускается главный класс программы и мы нажимаем «Ок». Получение готового исполняемого GAR файла. Заходим в меню «Выполнить», «Очистить» и «Собрать проект». Готовый GAR файл находится в папке «Дест проекта». В следующем слайде приведены литературы, используемые при написании Вами самостоятельных работ, при выполнении лабораторных работ. Все эти книги доступны в электронном формате через сайт rmap.kz. Все эти книги Вы можете использовать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Сегодняшняя наша лекция завершилась.